Музыка На заключительной в этом парламентском сезоне сессии Собрание депутатов Ненецкого автономного округа Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе представила ежегодный доклад о деятельности регионального института Уполномоченного. По-прежнему приоритетами в работе уполномоченного остается мониторинг соблюдения прав на жизнь и здоровье, образование и труд, а также оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Всего в 2020 году рассмотрено 478 обращений, из которых наибольшее количество связано с нарушением социальных прав. В их числе право на социальное и пенсионное обеспечение, на жилище, на доступное и качественное здравоохранение, на труд и его справедливую оплату, защиту семьи, материнства и детства. Доклад о своей деятельности омбудсмен представляет не только депутатскому корпусу, но и другим государственным органам. Он вносится в четыре ведомства – губернатору, в суд Ненецкого автономного округа, прокурору Ненецкого автономного округа и собрание депутатов. На сессии, которую определяет собрание депутатов, мы представляем для депутатов доклад о соблюдении прав человека и гражданина на территории Ненецкого автономного округа, который, конечно же, содержит информацию о работе уполномоченного. Но основную цель и акцент мы, конечно, ставим на то, какие обращения к нам поступают, как мы рассматриваем, какова у нас ситуация именно в регионе для соблюдения прав человека и гражданина. Мы указываем информацию здесь и о деятельности исполнительных органов власти, опираемся на служебную информацию, на служебную переписку, потому что есть такие темы, когда мы должны вместе с органами власти решать тот вопрос, который тревожит гражданина и является основой для либо нарушения, либо ограничения его прав. И вместе находим решение, вместе сподвигаем друг друга к тому, чтобы работать над тем, чтобы человеку стало лучше. Смотрим на системную ошибку. И все это, конечно же, мы излагаем в докладе, рекомендации уполномоченные как раз в докладе излагают для того, чтобы убрать те системные ошибки и те препятствия, которые не дают гражданину спокойно выполнять свои обязанности. Либо мы обращаем внимание на ту информацию, которая нужна гражданину для того, чтобы он своевременно в необходимые сроки мог обратиться в тот или иной орган исполнительной власти и не допускать уже самому нарушения своих прав, либо своевременно их реализовывать. Ковидная реальность вмешалась во все сферы нашей жизни. В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, помощь граждан, которые оказывали уполномоченные нашей страны, была востребована как никогда. В этих условиях к решению проблем людей из того или другого региона подключались омбудсмены многих субъектов Российской Федерации. Примера тому – вывоз двух многодетных семей из Ненецкого автономного округа, застрявших из-за закрытия границ в Казахстане на родину. К решению проблемы по просьбе уполномоченного Ненецкого округа подключились уполномоченные по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и омбудсмены еще трех регионов. В результате многодетные семьи благополучно вернулись в Россию. «Мы стали понимать о том, что федеральный закон, который был принят в общих принципах взаимодействия, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, у нас объединил, замкнул в одну систему. Да, мы раньше были равны среди равных, и это все было по договоренностям. На сегодняшний момент, конечно, уполномоченные объединились вокруг одной большой проблемы – помочь человеку в рамках ковидной реальности. Почему? Потому что когда человек путешествует, отдыхает, перемещается из региона в регион, он может попадать в разные жизненные ситуации. А округ здесь такой яркий пример, когда у нас начинается период отпусков, право на отдых – это самое святое право, которое у нас есть, ведь северяне его ждут. И как раз у нас пришелся пик заболевания на май месяц. И как раз когда и ограничения уже в полной мере вступили. И мы здесь в данном случае при объединении, при синергии именно уполномоченных решали вопросы, в которые люди попадали, собственно говоря, это и обсервация, когда человек выезжал за пределы, и на отдыхе он заболевал ковидом, и, собственно говоря, он должен был пробыть в ограничительных мерах, в ограничительном помещении для того, чтобы его и вылечили, или вообще было понятно, болеет он носитель он вируса или нет. И вот тут в данном случае уполномоченные Краснодарского края и Ставропольского края нам приходили на помощь, для того, чтобы родственники могли связаться с человеком, чтобы он, ну скажем так, не паниковал в этой ситуации. И мы по ПЦР-тестам решали, да, чтобы быстрее сделали, чтобы быстрее информацию человек получил. Или вообще, чтобы если человек купил путевки или оплатил билеты, чтобы он смог в данном случае реализовать свое право даже в таких условиях. Обращались к главному санитарному врачу, да, то есть Анне Юрьевне Поповой. Обращались к Татьяне Николаевне. Почему? Потому что ведь северяне, заплатив деньги, мы же понимаем о том, что многие многодетные семьи оплачивают и дорогу, и свой отдых. Это довольно внушительные суммы для бюджета семьи. И, конечно, мы делали так, что если были приобретены билеты, то тогда на федеральном уровне решался вопрос. И тут я благодарю также и администрацию Нинского автономного округа, губернатора, который также точно помогал индивидуально в некоторых случаях, когда авиакомпании возвращали стоимость билетов, либо делали ваучеры, так называемые, да, и пролонгировали момент использования билетов. Потому что была такая правовая неопределенность, да, и такие условия, когда нам приходилось сплачиваться и искать общий нестандартный выход. Поменялись ли запросы жителей Нинского округа во время пандемии коронавируса? С какими проблемами и вопросами они обращались в этот период к ополномоченному по правам человека? Социальные вопросы всегда остаются во главе угла. Но раньше все-таки это было жилье, переселение из аварийного фонда. Больше, наверное, благоприятные районы, да, то есть когда лето подходит и есть определенный, ну, скажем, период жизни, который человек прожил, да, здесь и начинают переселяться, да. Были, конечно, вопросы, понятно, безусловно, отдыха, безусловно, образования, безусловно, здоровья. Но сейчас, когда наступило, скажем так, вот 2020 год наступил, да, и наступила инфекционная ситуация, люди, конечно, стали относиться друг к другу более с пониманием. Если сначала был шквал волнения, неприятия, то теперь у нас только состояние здоровья, только состояние реабилитации, только понимание себя, как человека, который в изменившихся условиях, особенно по требованию здоровья, да, по своему ощущению, вот что дальше делать, да. То есть материальные и все, что связано там с жильем, да, с приобретением жилья, там, юридические консультации, это все отошло на второй план. Хотя, когда ввели прививки, и мы вздохнули более-менее, вот, и получили уверенность в завтрашнем дне, что у нас есть момент стабилизации, вопросы опять стали возвращаться. И это нормально, это жизнь, потому что человек живет здесь и сейчас, а нам нужно помогать. Ежегодно уполномоченный по правам человека, анализируя социально-экономическую ситуацию в регионе, а также запросы населения на решение тех или иных проблем, представляет в своем докладе рекомендации различным органам власти. В каждом разделе, по каждому направлению, будь то право на здоровье, на жизнь, право на жилье, право на образование, право на труд и другие права, да, и гарантии свободы, мы старались по разделу как раз вносить рекомендации, которые направлены на улучшение именно ситуации правозащитной в регионе. То есть, если, например, в области здравоохранения, то, конечно, мы усилия сделали на профилактику. Есть, чтобы усилить профилактику, да, соответственно, и группы профилактики в учреждениях здравоохранения, потому что сейчас нам еще предстоит только оценить влияние самой болезни на то, чтобы, вот как дальше общество будет жить, да. И, безусловно, одно дело улучшать материальную базу. Безусловно, мы рекомендовали продолжить работу на привлечение медиков, но здесь мы в федерации просили помощь, чтобы изменить стандарты обеспечения именно узкими специалистами. Потому что есть по некоторым ставкам узких специалистов численность населения 50 тысяч и 0,5 ставки какого-то узкого специалиста. Нам этого недостаточно, потому что мы понимаем, у нас есть центр, у нас есть удаленные села. И вот эту рекомендацию мы ведь вносим не просто доклад для того, чтобы мы читали в регионе, а этот доклад, конечно, смотрится, во-первых, на уровне и федерального полномочного, и администрации президента. И дальше берут те рекомендации, которые подходят под северные регионы. И для того, чтобы и профильным ведомствам отправить, да, органам исполнительной власти. И так вот, именно изменение ставок узких специалистов для наших северных регионов, для нашего округа, да, для нас это самая важная тема. Потому что если вопросы образования мы можем еще решать, да, и говорить о том, что, да, нужно улучшить качество, одной из рекомендаций было изучить, промониторить, какие профессии востребованы, да, то есть ориентировать и вводить в наших учебных учреждениях именно вот востребованные профессии. Но без здоровья мы никак не можем. Мы не можем отлагать вот эти очень важные вопросы. Ну и, безусловно, все, что касается, во-первых, рекомендаций по подготовке пилотов. То есть мы тоже смотрим в эту сторону, потому что вся площадь округа, она не является автомобильной, и мы понимаем, что у нас трасса – это воздушный транспорт. И нам жизненно необходимо готовить пилотов, заинтересовывать, чтобы ребята сюда приехали. И жизнь в округе продолжалась, потому что мы в ковидную реальность поняли, что пилоты – это практически как водители скорой помощи. И также точно на уровне Российской Федерации у полномочного мы решали вопрос о доплатах, когда мы участвовали в Курсовете. Потому что на сегодняшний момент, если пилот переболел ковидом, он, в принципе, может быть дисквалифицирован. И так же точно, как медики, и так же точно, как и пилоты, в данном случае, село можно человеку там помочь только, когда он прибудет сюда. И, конечно же, мы, решив этот вопрос совместно с органами исполнительной власти, мы подняли на своей площадке органы власти, также подготовили аналитическую справку и отправили в свое ведомство, мы этот вопрос положительно решили. На сегодняшний момент, вот, возвращаясь, еще остановлюсь отдельно по пилотам, мы можем критиковать сколько угодно, что откладываются рейсы, мы можем понимать, что это очень неудобно, но когда в компании заболевает больше ста человек ковидом, и мы понимаем о том, что это объективные условия. Мы переживаем, у нас откладываются поездки, командировки, отдых, но нам на сегодняшний момент пожелание только одно – быть добрее, терпимее, и тогда, наверное, скорее мы преодолеем просто эти условия. И другие рекомендации, которые были направлены, и по жилью, например, это переселение из ветхого аварийного, это по детям-сиротам, да, по детям-сиротам я отдельно так же остановилась на сессии, когда у нас есть обеспечение жильем, и мы ограничили права детей-сирот в каком-то смысле положительном, когда дети не могут распоряжаться первые пять лет своим жильем, продать, подарить и так далее. То есть право владения, распоряжения собственности, оно ограничено, но это сделано лишь только в целях, чтобы дети-сироты не оставались на улице, потому что они являются, наверное, самой уязвимой категорией населения, с которыми могут делать самые, скажем так, отрицательные мошеннические действия. Да, это здесь, конечно, они дальше, когда приходят к нам решать проблему, мы бессильны, потому что человек реализовал свое право, но он его утратил. И вот такая же точная тема сейчас, на сегодняшний момент, у детей-сирот возникла с теми выплатами, если они не могут первую полгода трудоустроиться. Поэтому здесь в данном случае мы подготовили справку и также отправили на уровень Российской Федерации, обратились и озвучили эту проблему перед депутатами Нинского автономного округа о том, чтобы вот эти первые полгода, которые выплачиваются ребенку-сироте, взрослому ребенку-сироте, выплачивались через квотированные рабочие места у аккредитованных работодателей, для того, чтобы и стаж уже у ребенка шел, да, и, собственно говоря, не была утрачена после образовательного учреждения, скажем так, жажда для трудоустройства, желание работать, ну и, в принципе, чтобы выплаты выплачивались уже людьми, которые не вовлекают их в мошеннические схемы, чтобы это были проверены организации. Вот это одна из таких рекомендаций, которая тоже вот была адресована органам исполнительной власти. Понятно, там есть обращение внимания и на приобретение оборудования, необходимо, да, для исследований, для сохранения жизни и здоровья. Есть у нас ряд вопросов, те, которые связаны и адресованы именно органам исполнительной власти, даже федеральным, потому что это тоже наша задача, когда мы видим о том, что здесь готовы органы власти помочь, да, и готовы органы местного самоправления помочь, но сегодня законодательство не имеет и не дает возможности для этого. Мы, как орган, который занимается аналитикой и государственной правозащитой, на своей площадке обозначаем эту тему. И такая тема была по 44-му закону, мы 5 лет эту тему ввели. И надо сказать о том, что многие уполномоченные, анализируя ситуацию, я смотрю тоже за коллегами, они берут одну тему, та, которая существенна для региона. И иногда бывает даже ценой в 2 срока, в 10 лет, они эту тему доводят. Если, например, про 44-му закону, да, то есть мы акцент на чем делали, о том, что мы можем, конечно, здесь на сегодняшний момент проводить сколько угодно конкурсов, сколько угодно закупок, но мы понимаем о том, что если заходит недобросовестный подрядчик, и он не может довести до итоговой точки строительства детского сада, строительства школы, и от этого страдает реализация социальных прав, да, или вообще просто не может достроить дом, и ставить тем самым органы исполнительной власти в ситуацию, когда если не примешь, то значит будет недоволен человек тот, который не получил жилье. А если примешь, то будешь отвечать перед законом. То есть на сегодняшний момент, вот чтобы убрать эти двойные стандарты, и может быть это так далеко от прямого исполнения, да, и прямой реализации права, но это не так далеко на самом деле. Если убирать, а мы в первую очередь, мы должны заниматься профилактикой полномочной, да, то есть видеть риски и обозначать перед органами власти. Перед всеми институтами органов власти России стоит задача, поставленная президентом Российской Федерации по существенному снижению уровня бедности в стране. Правительство уже определило ежегодные цели по снижению уровня бедности в России до 2030 года. Соответствующие программы разрабатываются и на уровне регионов. Уполномоченные по правам человека также работают в этом направлении. Да, действительно, мы работаем в этом направлении, потому что всё, что связано с ресоциализацией лиц из мест лишения свободы, и люди сюда приходят, у них появляется сразу несколько проблем, связанные, например, с отсутствием регистрации. Это что значит? Значит, у него будут проблемы с получением медицинской помощи, трудоустройством. Будут проблемы у его семьи, потому что есть общественные порицания. Всё это вместе накладывает определённый процент, когда люди начинают давать нам статистику по возрастающему, скажем, количеству населения, которое находится за чертой бедности. А ковид вообще изменил очень сильно эту историю, когда люди вроде бы стабильно жили, стабильно зарабатывали, но их бизнес всё-таки привязан к социальному. И, скажем так, оказанию услуг, и к обществу, когда человек приходил и вживую получал эту услугу. И вот здесь, когда прекращались всё-таки и работа, и предоставление этих услуг, человек сразу терял. И трудоустройство, и стабильность, и вот ситуация изменилась настолько, что сам термин, понятие «трудная жизненная ситуация» изменилась. И три года назад мы предложили одну из действенных мер, и это государственный контракт социальный. Единственное, что только назначить средства, то есть раньше там были 5 тысяч рублей, то мы повысили до 100 тысяч рублей, дальше мы предлагали до 300 тысяч рублей. И президент Российской Федерации как раз обозначил в своём послании о том, чтобы как раз пересмотреть значение социального контракта и нацелить его как мини-программу по адаптации, по, скажем так, новой, наверное, задачи или новой цели для семьи, которая попала в такую ситуацию. Дать возможность переобучиться, дать возможность, наверное, образовать свой рабочий стол, то есть при удалённом дистанционном режиме, для того, чтобы человек смог адаптироваться в этой реальности. И вот этот механизм, когда он был создан, и на него обратили внимание, он довольно-таки оказался действенным в нашем регионе. Ну а дальше, ещё раз говорю о том, что мы начинаем не тогда, когда уже по факту, да, мы только смотрим, что вот человек попал в трудную ситуацию, и он за чертой бедности стал, да, находиться. А мы всё-таки стараемся смотреть, каковы это причины. То есть из этого, я уже сказала, были рекомендации, пересмотреть перечень профессий, потому что на сегодняшний момент вот ковид ещё больше, да, дал необходимость обратить внимание на другие современные профессии, да, которые, как сейчас мы говорим, вот нам не хватает каменщиков, нам не хватает строительных профессий, которые, собственно говоря, помогают нам строить. И границы у нас во многих сейчас странах просто закрыты. И мы понимаем, что притока тех специалистов, которые раньше иностранных мигрантов мы получали, их просто нет. А жизнь не останавливается. Поэтому вот с Галиной Брониславовной и Медведевой, да, и с департаментом образования мы как раз на это обращали внимание. И дальше уже Юрий Васильевич также, да, это означало, что нам не хватает тех специальностей, которые производят. Потому что на какой-то период мир настолько стал с друг другом взаимодействовать, что мы знали о том, что можно одних работников и, скажем так, специалистов привлечь из одного, из одной стороны, других из другой стороны. А теперь мы поняли о том, что ковидная реальность, она закрыла рубежи, да, и нам нужны такие специалисты самим. Вот те, которые строят, которые пилотируют, которые лечат, да, и на сегодняшний момент, наверное, это даже такая точка роста, когда мы будем развиваться. И в то же время, получая хорошую профессию и имея хорошее дело, человек как раз и решит эту глобальную задачу не снижать уровень дохода, не попадать за черту бедности, а становиться успешным, благополучным и уверенным в своем будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова